Друзья, я тут сделал для себя открытие на днях. Оказывается, я путешествовал неправильно. Оказывается, есть такое понятие, как путешествие по знаку зодиака. В общем, я поговорялся и постарался разобраться, какой отдых показан какому знаку зодиака, а какой может противопоказан. Давайте с вами разбираться вместе. Козероги, это лось. У нас первые в списке козероги. Тема козерога, друзья, это провести отдых с пользой. То есть, когда мы хотим тусить, мы хотим коктейли на пляже и загар вот этот вот красный, ракообразный загар, волдари по всей коже. Козерогу надо что-то делать, понимаете? То есть, после отдыха нормальная ситуация, если козерог приедет в офис, отдохнувший и знающий новый очередной язык или прочитавший несколько книг. Ну, я, кстати, тоже на отдыхе люблю заниматься какими-то исследованиями, скажем так, и что-то делать. И всех тоже немножко задалбливаю. Всех, кто хочет лежать и пить коктейль на пляжу. Я буду говорить, чтобы нужно ехать куда-то, что-то смотреть и что-то там фотографировать. Окей, гугл, когда у нас козерог? Согласно источнику Википедия, Каприкорнус, 10-й знак зодиака, соответствующий сектору эклиптики от 270 градусов до 300 градусов, считая от точки весеннего равноденствия кардинальный знак тригона Земля. В западной астрологии считается, что Солнце находится в знаке козерога с 22 декабря по 20 января. Солнце там, оказывается, находится где-то. Но я водолей рядом с козерогом, поэтому мне близок движ. Ну и как бы знаки близки, я думаю, что есть какие-то схожие ситуации. Окей, ну и в какие же теперь страны податься трудоголику козерогу? Рекомендуется Финляндия, Норвегия и Хорватия. Козероги любят пейзажи, природу. Причем не просто пейзажи и природу, а редкие. Редкие пейзажи и редкие природы. Вот такое любят козероги. Также, кстати, по ментальности к козерогу подходит Англия. Серая, консервативная. Водолей. Водолеюшка. Водолеи, они свободолюбивы и независимы. Я водолей. Я водолей, я водолей. Водолеи любят открывать новые места и потом привозить туда своих друзей. Вот вариант отдыха водолея, это типа там сплавы на байдарках, рафтинг, путешествия на машинах, парапланы всякие, прыжки с парашютом. Это тема водолея. Кстати, ребята, на самом деле, вот точно прям про меня. Путешествия на машинах. Делал уже несколько раз в своей жизни. По Америке. Видео все есть на канале. По Америке, по Калифорнии. По Европе несколько раз путешествовал. Через всю Европу на машине. Тоже видео на канале. Путешествия по России на машине делал. Вот Кандуки. Одно из моих видео. Недавно, буквально, буквально пару недель назад купил себе надувную байдарку. То есть, блин, прям под в точку. Для водолеев, ребята, абсолютно безразличны какие-то фешенебельные отели. Потому что, если водолей возьмет себе фешенебельный отель, то, скорее всего, на следующий день он уже поедет куда-нибудь за 3-9 земель, где останется из разряда что-нибудь типа палатки в лесу, в джунглях с видеокамерой фотографировать. Вот это вот движ водолея. Если у вас также и вы водолей, поделитесь со мной об этом в комментариях. Водолея привлекают такие страны, как Канада, Китай, Аргентина, Мексика. Ну, это то, что нам говорят источники. Ну, на самом деле, да, Канада мне нравится. В особенности мне нравится Ванкувер. Аргентина, Мексика, Китай не был. Ничего не могу сказать. Но есть огромное количество стран, которые мне нравятся, куда я люблю приезжать. Поэтому, ну, основываясь на моем мнении, я не могу сказать, что перечень стран ограничен. Есть куча различных вариантов и маршрутов. Кстати, Джастин Тимберлейк, Шакира, Перис Хилтон также родились под знаком водолея. Рыбы. Рыбы, ребята, ну, я думаю, что логично, что любят отпуск у воды. Рыбы любят спокойствие, изобилие. Там вот это вот шведские столы, все включено, там омары. Вот такое. Ну, рыба любит омара. Ну, это как бы нормальная ситуация. Уединенный пляж. Вид из панорамного окна на пальмы или песчаный пляж, море. Вы можете сказать, а кто такое не любит, да? Ну, я люблю. Я водолей. Важный момент для рыб это никакого шума и суеты. Они любят всякие там сакральные вещи, мистику какую-то. Рыбам очень хорошо подходит Тибет, Шри-Ланка, Египет, Непал может подойти хорошо. Арианна, Джастин Бибер и Павел Воля, кстати, родились под знаком рыб. Овен, ребята, Овен это достаточно активный знак. И для Овна подходит огромное количество мест. Европа, Новая Зеландия подойдет, Сингапур подойдет отлично. Самое главное Овну давать заниматься собой. То есть Овны активны, но эта активность должна прежде всего быть направлена на самого себя. Спорт, занятия на свежем воздухе, бег, спортзал. Но это тема Овна. Леди Гага, Дмитрий Нагиев, Рассел Кроу, Квендин Тарантино. Это все известные Овны. Переходим к следующему знаку. Телец. Тельцы любят отдыхать, вот именно как бы отдыхать. Понимаете? Если гулять или двигаться, то это неспешно вдоль моря, по пляжу. Тельцы любят на отдыхе вкусно кушать, вкусно и много. Тельцы любят пикнички, встретиться, посидеть с друзьями. Причем встретиться, посидеть это вот там на несколько часов такое вот поболтать, пообщаться. Вот это вот тельцы. Из известных людей тельцы у нас. Филипп Киркоров, Джордж Клуни, Ума Турман, Джек Николсон, Аль Пачино. Близнецы. Начать надо с того, что у близнецов все меняется со скоростью света. Идеальным отдыхом для близнецов будет поездка к хорошей компании друзей куда-нибудь, куда-нибудь. Близнецы любят хороший активный отдых с кучей приключений, фоток, общением. Для близнецов абсолютно нормально за отпуск посетить несколько стран. И для посещения настоятельно рекомендуется близнецам Америка, Нидерланды, Греция. Где можно и покататься на машине, и посетить там несколько стран, увидеть кучу достопримечательностей. Вот такие направления. Кто же у нас родился под знаком зодиака-близнецы? Джонни Депп, Натали Портман, Максим Галкин, Анжелина Джоли, Наоми Кэмпбелл, Морган Фриман. Рак. А вот раку лучше всего дома. Раки не особо любят путешествия. Они любят уют, они любят нахождение в своих стенах, комфорт привычный им. И даже если они куда-то едут, то буквально через день-два им все это надоедает. Они хотят вернуться домой. Ну и скажем так, они могут поднывать. Мол, что мы сюда приехали, мне тут уже надоело, я хочу домой. Я хочу обратно в свою ванночку, и кроватку, и фильмы, и под одеялко. Вот это раки. Дача. Это еще вот идеальная тема для рака. Если дача у водоема, это вообще идеалочка. А если все-таки рассматривать путешествия, то раку наиболее подойдет Дания, Хорватия, Норвегия. Ну и желательно, чем спокойнее и уютнее, тем лучше. Том Груз, Сильвестер Сталлоне, Памела Андерсон, Николь Шерзингер, Том Хэнкс. Все эти люди раки. Лев. Тут как бы само слово говорит за себя. Лев, если он отдыхает, то это, вы понимаете, должно быть так, что все должны понимать, что вот он, лев, пришел. Понимаете? Вот он, лев, отдыхает. Это вечеринки. Это тратить бабки налево-направо. Азартные игры. Причем, если нет вечеринок, то лев организует эту вечеринку. Вот это как бы тема льва. Львы, как правило, веселые и общительные. Львам для отдыха подходит Лас-Вегас. Подходят Канны. Вообще, Франция львам подходит достаточно хорошо, потому что там можно и отдохнуть, и вкусно поесть, дорогие рестораны, дорогие классные отели, азартные игры, ночные клубы. Образ жизни пош, да, такой как бы high level. Вот это вот все подходит львам. Игорь Крутой, Дженнифер Лопес, Селена Гомес, Виктория Лопарева, Арнольд Шварценеггер, Дастин Хоффмен и Сандра Балок, все они являются львами. Девы. Девы практичны и интеллигентны. Девы всегда ждут от отдыха чего-то большего. Отдых должен быть спланирован. Они от отдыха должны что-то получить. Они должны познакомиться с культурой страны, посетить какие-то места, музеи. То есть, все должно быть по плану, ни в коем случае ничего не нужно упустить. И после отдыха они должны привести с этого самого отдыха для себя кучу новых знаний. Неважно, куда едут девы, для них рекомендуют астрологи посещать исторические, традиционные места. Им подходит Англия, им подходит старый город в Китае, скажем. Исторические места арабских стран, Франции, Италии. Ну и, конечно, девы любят длинные, пешие прогулки по заранее составленному маршруту. Кэмерон Диас, Пинк, Бейонсе, Ричард Гир, Сальма Хаек, Киану Ривз. Ну вот, перечень тех, кто родился под знаком дев. Весы, друзья. Весы, они чем-то похожи на дев. Они также любят культурную программу, насыщенную. Посетить много различных культурных мест. Но, главное отличие от дев в том, что весы также любят хорошо поразвлечься, тусануть, встретиться с друзьями. И часто бывает ситуация, что весы планируют себе одно. Приезжают на место отдыха. Там у них начинается программа развлекательная. И всякие увеселительные мероприятия, знакомства. А весы, они общительные сами по себе. Они немножко ломают то, что они запланировали. С девами не так. Девы все-таки более серьезны в этом. И более стараются следовать своему заранее намеченному плану и графику. Весы любят природу, конечно. Весы любят различные архитектурные памятники масштабные. Но и рестораны весы любят не меньше. Кто у нас родился под знаком весы? Кэтрин Зелета Джонс, Уилл Смит, Ани Лорак. Николай Басков. Подходит вам Венеция. Подходит вам Прага. Очень хорошо. И посмотреть, и походить, и погулять, и посидеть. С Венецией ситуация такая, что как бы это у нас, понятно, там Венеция. В общем, каналы, лодки. Ну смотрите у меня, что я вам вот это вот на пальцах. Смотрите у меня видео про Венецию. Все сами поймете. Причем несколько. У меня есть еще путешествия. Одно есть отдельно про Венецию, другое есть. И путешествуем мы там на машине, приезжаем в Венецию, гуляем, ходим, отели. Очень интересно. Скорпионы. Считается, что скорпионы самые заядлые путешественники. У скорпионов только заканчивается одно путешествие, одна поездка. Они уже будут планировать следующее. Они любят приезжать из своего путешествия, рассказывать всем об этом, о том, как они круто провели время. И скорпионы это вот как раз таки те люди, которые любят экстрим. Потому что когда они едут куда-то, простого им просто недостаточно. Простого стандартного отдыха и отеля. Нет, это не для них. Им подавай экстрим. Скорпионам часто нравятся не попсовые места для посещений. Например, Индонезия. Например, Малайзия. Непал. Тибет. То есть забраться на какую-то гору, это вообще абсолютно нормальная ситуация. Ну а стандартный отдых, вот как раз таки с посещением различных культурных мест, музеев, скорпионщикам кажется парисноватым, скучноватым. Опять эти музеи, понимаете? Им нужен адреналин. Им нужен... Вершины или погружение с аквалангом там, скажем. Леонардо Ди Каприо, Деми Мур, Ксения Собчак, Джулия Робертс. Вот это все у нас скорпионы. Стрельцы. Стрельцы меньше всего любят спланированный отдых. Стрельцы это спонтанные ребята. Когда они приезжают на место, они смотрят и на ходу уже делают то, что им захочется. Сами по себе они очень активны, движниковы, как представители огненной стихии. Они любят путешествовать за 3-9 земель. Типа там Бразилии, Рио-де-Жанейро. Индия подойдет стрельцам очень хорошо. Вообще, Латинская Америка подходит хорошо стрельцам. Из европейских стран Португалия. Интересная экзотическая страна. Гарик Зукачев, Анна Седокова, Кристина Агилера, Боритни Спирс. Все эти ребята стрельцы. А это нам все понятно, что нам говорит интернет. А давайте-ка теперь проведем соцзапрос небольшой. Поспрашиваем у людей, кто они по знаку зодиака, куда они любят ездить, куда они планируют поехать. И посмотрим, насколько сходится все, что нам говорит интернет и астрологи с тем, как обстоят дела у людей. И вообще, понимают ли они, что существуют такие путешествия по знаку зодиака. А ты кто по знаку зодиака? Рыба. Рыба, ты знала, что есть отпуск по знаку зодиака? Нет. Ты можешь сказать, какие страны ты посещала в последнее время? Кипр. Кипр. Что еще? Италия. Италия. Франция. Франция. А планируешь куда? Норвегия. И рыбам подходят для отдыха Тибет, Непал, Шри-Ланка и Египет. Ни разу не угадала. Пошли дальше. Значит, секретный опрос проводить. Лена. Привет. Привет. А кто ты по знаку зодиака? Весы. Ты весы? Да. Весы. Короче, ты знала, что есть отдых по знаку зодиака? Нет. Нет. Ну, допустим, где ты была в последнее время? В США. Тайвань. В Израиль. В Германии. В Швейцарии. А планируешь куда? В ВИДНО. Хотелось бы в Португалию. В Италии. В Франции. Ой, США, конечно. А какого плана тебе нравится больше отдых? Вот пляжи отдых или музеи? Я городской туризм нравится больше. Ну, вообще, как бы весам вот подходит в музей вот эти все дела. Вот. Но при этом, ну, ты общительно по своей натуре любишь встречаться с людьми и еще любишь потусить при этом. И часто вот весы, весы могут профукать план того, что они хотят посетить и сделать в отпуске, потому что они приезжают, идут на какую-то тусовку, с друзьями встречаются, загуливают. И из-за этого проваливается отдых. Ну, у тебя подходит или, ну, как бы... Мне кажется, подходит только последнее, что я могу профукать свой план поездки. А остальное нет. Сто процентов. Страны, которые тебе рекомендованы. Ну, как бы, европейские города и в особенности Венеции и Прага. Не там, не там не было. И там, и там уже. Ну, да, я буду съездить вам. Вот отдых под знаку зодиака, ты знал, что такое есть? Нет, я не верю в эти все предсказания, в знаке зодиака. Я считаю, что это бабульки всякие верят. И хорошо, вот кто ты по знаку зодиака? Телец. Где ты был в последних странах? В последнее время в России и во Франции. А планируешь куда, допустим? Я бы в Италию здесь, на самом деле. Тельцы вообще любят отдохнуть так, чтобы ничего не делать. Это не про меня. Тельцы любят хорошо покушать. Это про меня. И тебе, кстати, Франция рекомендована. Я там хорошо покушаю. Кайфануть нужно хорошо. В общем, по твоему гороскопу я сделал все правильно, да? Франция, Франция, отдых, Корсика, ну и еще отдых на Атлантическом океане. Спасибо, Игорь, я учту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова